Многие считают, что в мире все не так, как нам говорят. Существует скрытая сторона реальности, вселенная тайных планов и секретных операций. Так рождаются легенды о том, как все было якобы на самом деле. О египетских пирамидах, инопланетянах, рептилоидах, политических заговорах, генно-модифицированных продуктах, новом мировом порядке, тайных планах Билла Гейтса и многом другом. У биологов нашлось отличное, универсальное возражение против самых разнообразных теорий заговора. В мире не осталось мест, где может спрятаться большой хищник или спрятаться большой секрет. В журнале Science профессор Уильям Рипп из Орегонского университета и еще 13 ученых объясняют, как присутствие любого из 31 крупнейшего хищника планеты от тигра до морской выдры выдает их след в экосистеме. Экологи научились отслеживать довольно тонкие и неочевидные эффекты. Например, из-за отстрела волков вымирают дубы и вязы, их обгрызают олени, которых волки употребляют в пищу. В роли индикатора могут выступать даже люди. Например, как связаны численность павианов и падение грамотности в Африке. Очень просто. Африканские дети вместо того, чтобы ходить в школу, вынуждены охранять посевы от голодных обезьян. Меньше львов и леопардов, больше павианов, ну и так далее. Есть простое правило. Если хищник весит 90 килограммов, рядом должны водиться 10 тонн дичи. Например, для 10-тонного тираннозавра счет пойдет уже на 1000 тонн. И чем хищник тяжелее, тем большая территория прямо зависит от его присутствия или отсутствия. И это рассуждение ставит крест на криптозоологии. Идея, что в шотландском озере может прятаться незамеченный древний ящер, а по заснеженным гималаям бегать мохнатый снежный человек. Динозавру в озере слишком мало рыбы, а снежный человек не выживет в горах, потому что на леднике нечего есть. Логика ученых отлично годится для борьбы с конспирологией в широком смысле, то есть с идеей, что где-то сидит тайное мировое правительство, а папа римский или президент Америки – марионетка невидимых сил. Как бы нам ни рисовало воображение эти силы, в виде Совета Девяти, строящего козни при свете факелов, или масонской ложи – это прежде всего организация, которая воплощает свои цели в жизнь. Значит, ей необходим нешуточный бюрократический аппарат. А не заметить большую контору нельзя чисто физически, даже если она затаилась в глубоком тылу. ЦРУ на своем сайте хвалится историей, как в 1959 году вычислила расположение засекреченного атомного завода в СССР по одной журнальной фотографии пульта электростанции в Екатеринбурге из «Огонька». Аналитики прикинули, кто на Урале или в Сибири потребляет электричество. Производство, крупные города и методом исключения нашли на пульте неподписанные циферблаты, имеющие отношение к неопознанному атомному комплексу. После этого рассчитать масштабы производства оружейного урана и плутония в Кыштыме, Верхней Винском и Нижней Туре было делом техники. Завод потребляет электричество, а мировое правительство или суперсекретная спецслужба должна потреблять людей – от секретарш до первоклассных математиков. Упустить из виду гигантские потоки кадров в секретную зону так же сложно, как не заметить, что зайцев в лесу кто-то начал есть. Перед началом Второй мировой физик Флеров легко вычислил, что в США начался ядерный проект, потому что из открытой печати исчезли публикации лучших ядерных физиков. Тот же метод позволяет утверждать, что в запасниках ЦРУ не пылятся летающие тарелки или квантовый компьютер для взлома криптостойких шифров. Это потребовало бы изъять из открытой науки слишком много знаковых персонажей. Не требуется быть аналитиком спецслужб. Каждый может зайти в Google Скола и пролистать список научных статей того или иного ученого за разные годы. Любителям теории заговоров все эти вопросы не приходят в голову, потому что в волшебном мире конспирологии ресурсы зла, в том числе люди, неисчерпаемы, как патроны в компьютерной игре. А львы, медведи и динозавры запросто умещаются на одной поляне, как в диснеевском мультике. В мире не осталось мест и способов, где и как можно надежно спрятать большой секрет любой из известных вам теорий заговора. Это просто невозможно сделать так, чтобы никто не заметил. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас монетой на платформе Patreon. Всем добра и здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok